Приветствую вас. Я немного хотел бы дополнить ответ коллеги Светланы в том смысле, что вот вы спрашиваете, да, что делать? Что делать? Что делать, чтобы что? То есть, что в этой ситуации вы хотите? Вы говорите, что у вас болит душа. Ужасно болит душа. От чего она болит? То есть, ну, любовь это когда душа не болит. Любовь это когда душа поёт, влюблённость это когда душа поёт. Вот. То есть, вы меня извините, конечно, но я не ставлю под сомнение ваши именно чувства. Да, я не хочу ставить под сомнение ваши чувства, но я могу совершенно точно сказать, что вам нужно определить, чего вы хотите. Вот. Потому что мы за вас этого не сделаем. Как правильно сказала моя коллега. Опять же. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь здесь. О чём идёт речь здесь. Дальше. Смотрите. В зависимости от того, чего вы хотите, да, я думаю, вам можно будет уже давать какие-то рекомендации. Именно в зависимости от того, чего вы хотите. Если вы хотите сблизиться с ним, с мужчиной, если вы хотите сблизиться. Я думаю, что и он, и он уже и вы прекрасно понимают, что у вас друг к другу есть симпатия. Вполне возможно, он видит, он чувствует, что симпатичен вам и не против, значит, воспользоваться тем, что вам нравится, не против воспользоваться тем, что вы неравнодушны и с вами, например, переспать. Вот. Если вы этого хотите, если вы не против такого, то не вижу причин для того, чтобы, не вижу препятствий для того, чтобы, значит, ну, не признаться ему в чувствах ваших. Вот. Если вы преследуете цель более высоких отношений, ну, то есть, если вы хотите для себя более высоких отношений, ну, вот, то в таком случае вам нужно, ну, желательно. Вам желательно подождать будет, пока вы учебу закончите, вот, чтобы иметь возможность наверняка быть уверенной в том, что он воспринимает вас как личность, и что вы воспринимаете его как личность. И уже, тогда можно будет идти на сближение, общаться, да, то есть там, ну, не только как сейчас вы общаетесь, да, вот, но еще и, значит, ну, как-то по-другому общаться, короче говоря. Вот, все это, все это можно, в зависимости от того, чего вы хотите. Понимаете? Вот. А может ли у него быть к вам симпатия? Да, да, может у него быть к вам симпатия, может у него быть к вам симпатия, вполне может быть. Ну, вот, можете ли вы ему нравиться? Да, вполне можете нравиться. Вот. То есть тут весь вопрос в том, чего хотите вы. Никто осуждать вас не будет за то, что вы делаете, да, и, в конце концов, как бы, мужчину, да, его никто не заставит с вами переспать, да, там, или сблизиться, если он не захочет. Вот. Может быть у него проблемы там какие-то с своей женой, например, да, и он ищет возможности, чтобы расслабиться, допустим. Вот. А может быть там еще какая-то история. Еще раз повторяю, главное, чтобы вы сами вот понимали, чего вы хотите, хотите. Вот. То есть в чем ваши проблемы конкретно, в чем противоречия, я, если честно, не увидел. Вот. Совет в случае свои желания и делать, делать то, что вы, то, что вам хочется, вот и все. Главное, чтобы это было, с одной стороны, по желанию обоих людей, с другой стороны, чтобы это не, значит, ну, чтобы это не несло вред. Вот. Вот. Чтобы это не несло, не несло вреда другим, другим людям. Вот. Ну, в частности, в частности, допустим, вам, чтобы это не привело к тому, что вы, там, будете разочарованы, например, да, или как-то так. Вот. Вот. И все. Чтобы вы жетко отдавали себе отсчет, как это, что происходит, как, как это будет, что будет, и, вот. И все. Вот. Насколько ваше чувство любви, да, к нему адекватно, скажем так? Да? То есть, насколько, вот, то, что вы чувствуете к нему, является искренним и адекватным. Вот. Это, мне кажется, точный вопрос. Но ставить под сомнение ваше отношение к нему, нет, я не буду этого делать, опять же. Вот. Значит, вот вы, ну, так, давайте посмотрим. Да, вы просто описываете, что вам делать, и спрашиваете, что вам делать. Вот. Оксана, делать нужно то, что вы хотите. Вот. Входя из... То есть, вы пишите, меня это не останавливает. Не останавливает вас это от чего? Вот. Вот. То, от чего вас это не останавливает, да, моральная и нравственная сторона вопроса. То и нужно делать. Только обязательно, имея в виду, да, что, ну, что последствия, именно, вот, последствия могут быть такими, ну, не самыми приятными для вас. Вот и вот и всё. Если вы согласны с этими последствиями, то, мне кажется, вообще никаких проблем нет. Действуйте как хотите, делайте, что хотите, и всё, и замечательно. Самое главное, чтобы вы были счастливы, вы поймите вот этот момент, пожалуйста. Вот. Что если вам хочется попробовать с ним, что пробуйте, никаких проблем. Ну, я бы, конечно, рекомендовал бы вам, вот, просто, ну, просто немножечко, поисследовать, что это за чувство у вас. Вот. Какое это чувство. К нему. Вот. Чтобы лучше понимать, о чём идёт речь. Что такое, любовь ли это или нет. Ну, и всё. Вот и всё. Вот. Вы можете приносить ему симпатии, а там дальше уже... Защищать, что делать. Вот. Главное, в обиду себе, блин. Главное, в обиду себя не давайте, и всё. Это самое главное. Не давайте себя в обиду. Защищать себя. Будьте готовы себя защищать. Вот. Понятно? О чём идёт речь? Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.